Поток верующих не прекращается. Люди несут цветы гробу настоятеля. Прощание с отцом Георгием проходит в его родном храме Казанской иконы Божьей Матери. Несколько лет батюшка боролся с тяжелой болезнью. Последние три месяца лежал в больнице. Накануне его состояние резко ухудшилось. Врачи оказались бессильны. Богородица забрала его в день благовещения. Это был очень хороший человек. Наш помощник. Помощник в нашей вере. Всегда помогал на службу в семье. Пробует, читал очень. Хорошую всегда. Сколько народу приходили, слушали мы. Очень был меценат хороший. Вот когда к нему обращался пост, с обычной житейской помощью. Всегда благословлял. И получалось как-то. В Нижнекамск отец Георгий приехал в далеком 92-м году. В общине выделили участок земли на Красном Ключе. Первые литургии проходили в этом ветхом домике. И уже буквально через несколько лет здесь появился первый храм Иоанна Кронштадтского. Место это освещено стопами Иоанна Кронштадтского. И как-то, вы знаете, изнутри какое-то желание здесь построить максимум для будущих поколений. Помимо того, что мы построили храм Иоанна Кронштадтского, Георгий Победоносовича строится, храм Ксении Петербургской. Отец Георгий любил и умел строить храмы. Это непростое дело. Обивать пороги, просить деньги, контролировать работы. За 30 лет он смог возвести целый комплекс. Рядом с храмом Иоанна Кронштадтского появился огромный собор Казанской иконы Божьей Матери. Его золотые купола стали настоящим украшением Красного Ключа. Открылась воскресная школа, трапезная, где кормят всех нуждающихся. Добрые дела, они отражаются в окружающем его мире. То есть даже потеряв человека, напоминания о нем, они еще долго будут в сердцах людей, тех, кто его близко знал, в делах, которые он оставил. Потому что это просто огромная работа проведена. По словам прихожан, отец Георгий мог утешить, подбодрить, вдохновить. Признавал он и свои ошибки, слабости, не был закрыт для критики, был примером по-настоящему мудрого христианина. Умер отец Георгий на 53-м году жизни. Большой праздник, благовечение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день на землю пришла весть о приходе Спасителя. Проститься с настоятелем можно будет и сегодня. Храм Казанской иконы Божьей Матери будет работать круглосуточно. Но уже завтра, ориентировочно в 10 часов утра, отца Георгия похоронят на территории его же родного храма. Илья Егорова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.